Чтобы получать прибыль на рынке, нужно торговать. Размер полученной прибыли зависит от объема сделки, то есть от количества купленной или проданной валюты. Чем больше объем сделки, тем больше прибыли вы можете получить при изменении цены, но тем больше и риск потерь. Максимально возможный объем сделки зависит от депозита, то есть от суммы денег на вашем счете. Если у вас на счете 5000 долларов или например 7300 долларов, как у меня сейчас, то максимальный объем сделки для вас составит 500 тысяч долларов или 730000 соответственно. Минимальный объем сделки составляет всего 1000 долларов. При депозите на счете равном 5000 долларов, вы сможете выбирать объем сделки от 1000 до 500 тысяч долларов, в зависимости от вашей торговой тактики. Если вы готовы рисковать в надежде получить большую прибыль, выбирайте высокую степень доходности и риска. Если вы хотите зарабатывать понемногу, без риска потерять ваш депозит, то выбирайте низкую степень риска. Для начала торговли вам нужно заключить сделку. Чтобы это сделать, нужно выбрать валюту на изменении цены, которую вы хотите заработать. Выбрать направление цены этой валюты, будет ли она дорожать или дешеветь. Выбрать другую валюту, относительно которой будет изменяться стоимость первой валюты. Например, евро будет дешеветь относительно доллара или евро будет дешеветь относительно франка. Заключить сделку можно несколькими способами. Во-первых, можно нажать на кнопку «Сделка» и у вас появится подсказка, в данном случае помощника. Вы можете выбрать на кнопке «Сделка» заключать сделку без помощника, у вас будет подсказка просто заключить сделку без помощника, который встроен в программу. Вы можете заключить сделку, нажав правой кнопкой мыши на поле, где отображаются уже открытые позиции. Например, вот так. И здесь есть подсказка «Закрыть сделку» или просто «Сделка». Нажимаем «Сделка» и опять выходит нам подсказка для того, чтобы заключать сделки на рынке. Также можно нажать правой кнопкой мыши на поле «Графика» и также выйдет подсказка, где есть строка «Сделка», по которой открывается окно, в котором заключаются сделки. Торговый терминал StartFX дает уникальную возможность выбирать режим котирования. Что это такое? Мы войдем в настройки, выберем свойства и увидим заключение сделок «Фиксированная цена». Если выбран этот режим, вы должны запросить текущую цену выбранной валютной пары и, получив цену, подтвердить заключение сделки нажатием на кнопку «Сценой». Как это выглядит? Нажимаем кнопку «Сделка», запрашиваем цену и ждем. Полученная цена остается действительной всего несколько секунд, поскольку котировки, то есть цены на рынке Форекс, изменяются практически ежесекундно. Если вы находитесь в режиме котирования «Быстрое исполнение», нажимаем «Применить» и программа включит нам режим заключения сделок «Быстрое котирование». В этом случае необходимо при заключении сделки просто нажать на кнопку, где отображено значение цены, и сделка будет заключена. Но есть два варианта режима котирования. Просто быстрое котирование, где сделка проводится по актуальной цене. Этот вариант режима котирования – быстрое исполнение, при котором в процессе заключения сделки допускается заключение сделки по цене, которая будет актуальной на сервере в момент получения сервером подтверждения о вашей сделке. Эта цена может отличаться на неопределенное количество пунктов от цены, по которой вы подтверждаете сделку. Такое может происходить во время быстрого изменения цены, например, в период публикации новостей. Второй вариант – рыночный диапазон. Это вариант режима котирования, быстрое исполнение, при котором в процессе заключения сделки допускается заключение сделки по цене, которая будет актуальна на сервере в момент получения сервером вашего подтверждения о сделке. Эта цена может отличаться на определенное вами количество пунктов от цены, по которой вы подтвердили сделку. Например, рыночный диапазон мы выставляем, что согласный, если цена будет отличаться от указанной на кнопке, на два пункта нажимаем кнопку «Применить» и режим заключения сделок успешно изменен. Если же мы выбрали режим заключения сделки с помощью помощника, то в этом случае позиция открывается в режиме сделка по актуальной цене. Вот мы сейчас и будем открывать с вами позицию с помощью помощника и посмотрим, как это делается. Делается это очень просто. Мы выбираем с вами валюту. Я предполагаю, что доллар США будет дорожать относительно британского фунта. Здесь можно выбрать любую валюту из этого списка. Также, как и в первой строке, можно выбрать другую валюту. Но в данном случае я считаю, что все-таки доллар будет дорожать относительно британского фунта стерлингов. То есть я продаю фунт стерлингов за доллар США. Нажимаю кнопку «Далее». Можно выбрать степень доходности и риска по моей позиции. Если я хочу небольшой риск, то я могу сдвинуть ползунок в зеленую зону. Если я хочу больше прибыли, но риск при этом будет большой, я могу сдвинуть ползунок вправо в розовую зону. Но я выбираю среднее. Я хочу заключить сделку объемом, допустим, 200 тысяч. Я могу сразу выставить здесь 200 тысяч фунтов стерлингов. Нажимаю кнопку «Далее» и хочу выбрать уровень прибыли. Вы можете установить размер прибыли, которую хотите заработать. Если в результате изменения курса валюты текущая прибыль по вашей сделке достигнет указанного уровня, сделка будет автоматически закрыта. И заработанные средства будут зачислены на ваш счет. Уровень прибыли можно установить при совершении сделки. Вот посмотрите, здесь я могу поставить «Неограничено» или сумму «Не менее», ну, например, 2000 долларов. В этом случае я устанавливаю эту цифру в этом поле. Выбор уровня прибыли можно осуществить и тогда, когда позиция уже открыта. Если вы устанавливаете и изменяете уровень прибыли для открытой сделки, по которой есть текущая прибыль, то значение уровня прибыли должно превышать существующую прибыль не менее чем на 1 доллар 20 центов на каждую тысячу объема. Здесь мы видим подсказку допустимого значения прибыли. Прибыль должна быть не менее 240 долларов США. Нажимаем кнопку «Далее». Теперь приступим к четвертому шагу – ограничение потерь. То есть я могу ограничить возможные потери по сделке на тот случай, если я неправильно спрогнозировал изменение цены валюты. Если результат изменения курса валюты «Текущий убыток» по сделке достигнет указанного уровня, сделка будет автоматически закрыта. Ограничение потерь можно установить и при совершении сделки сейчас, и позже. Если ограничения потерь не установлены, то возможные потери все равно ограничены размером вашего депозита. Вот отмечено здесь именно в этой строке, что потери ограничены размером моего депозита. Я не смогу потерять больше, чем те деньги, которые у меня есть на счете. В случае, если в результате изменения курса валюты суммарный текущий убыток по открытым позициям достигнет размера вашего депозита, все сделки будут автоматически закрыты. Если вы будете устанавливать или изменять ограничение потерь для открытой сделки, по которой есть текущий убыток, то значение ограничения потерь должно превышать существующий убыток не менее чем на 1 доллар 20 центов на каждую тысячу объема сделки. Минимальные же значения уровня прибыли и ограничения потерь, устанавливаемые для сделки, должны быть не менее чем 1 доллар 20 на каждую тысячу объема сделки. В данном случае я указываю, что ограничиваю свои потери суммой не более чем, например, 1 тысячу долларов. Мне дают подсказку, что значения должны быть не меньше чем 240 долларов США. Мы выполнили это требование и нажимаем кнопку «Далее». Теперь я должен подтвердить параметры сделки и нажать на кнопку, на которой отображена текущее значение цены фунта стерлинга в долларах США. Проверяем. Я действительно ограничил свою возможную прибыль с суммой 2 тысячи долларов и ограничил возможные убытки с суммой 1 тысяча долларов. С меня будет за открытие позиции взаиматься комиссия. Вы платите комиссию только с прибыльных сделок, поэтому если при закрытии сделки вы не получаете прибыль, комиссия будет возвращена на ваш счет. Об этом здесь и написано. То есть комиссия будет взята из расчета 40 центов за каждую тысячу фунта стерлингов. Нажимаем, чтобы продать. И смотрим. У нас задан рыночный диапазон и дилер нам подтвердил, что делка подтверждена. Сделка была приказана продать 200 тысяч фунтов стерлингов за доллары США по цене 1.5635. Цена на момент запроса операции 1.3635. У нас полностью совпало наше желание открыть сделку по цене 1.5635 с возможностью дилера совершить эту сделку именно по этой цене. Сделка у нас открыта. Мы можем закрыть это окно и проверить. Действительно фунт стерлингов у нас продан за доллары по цене 1.5635. Текущий результат плюс 140 долларов США. Если сделка не закрывается в день открытия, то за продление сделки взимается комиссия в размере 15 центов за каждую тысячу объема сделки. Комиссия за продление взимается по всем сделкам, открытым на 21 час по гринвичу. У нас есть открытые сделки. Нас интересует теперь, как мы можем зафиксировать ту прибыль, которую видим в текущий момент. Каждое изменение цены вызывает изменение значения прибыли в данном случае или убытков, если бы цена пошла против нас. В этой строке мы видим, что по позиции постоянно идут изменения в зависимости от того, сколько стоит в данный момент та или иная валюта. У меня открыто две сделки. Евро продано за доллары и фунт продан за доллары. Обе эти сделки отображаются на графике валюты. Фунт стерлингов показывает нам, что у нас продано 200 тысяч фунтов по 1.5635. Я ограничил потери тысячи долларов США, но я не вижу, где мой уровень прибыли. Для того, чтобы все параметры позиции находились в поле экрана, можно нажать кнопку. Вот эту автопостройка с торговлей. Нажимаем эту кнопку и программа автоматически отображает нам уровни, на которых ограничены потери и на которых будет зафиксирована прибыль. В данном случае я хочу заработать 2000 долларов США, потери ограничил 1000 долларов. Чтобы изменить значения, которые здесь отображены, мне достаточно нажать на уровень ограничения потерь курсором, затем правой кнопкой. И мы увидим, что установить ограничения есть такая строка. Нажимаем мы эту строку и видим, что открывается подсказка, где можно изменить ограничения для сделки. Как это сделать? Я, например, захотел заработать не 2000 долларов, а 2500 долларов. Я нажимаю «Изменить ограничения» и жду. Через некоторое время мне программа подтвердит, что ограничения изменены. Продано 200 тысяч фунтов стерлингов за доллары США по цене 1.5635. Ожидаемая прибыль 2.500 долларов, что я и хотел. Допустимый убыток ограничен суммой 1.000 долларов. Закрываем это окно и видим, что теперь прибыль у нас будет зафиксирована на уровне, когда она достигнет значения 2500 долларов. Переходим к евро. А по евро у меня продано 400 тысяч евро по цене 1.3346. Я нажму «Автопостройка с торговлей» и мы увидим, где была продана эта валюта. Теперь я хочу изменить ограничения по этой сделке. Могу нажать на значение, по которому была открыта сделка, или же правой кнопкой на поле, где отображаются текущие позиции в рынке. И нажимаю «Ограничения». Еще проще изменить ограничения по сделке. Можно нажав кнопку «Ограничения», но при этом нужно выделить ту позицию в списке позиций, по которой хотите это сделать. Выделяем евро, нажимаем «Ограничения» и видим, что у меня не ограничена прибыль и не ограничен убыток. То есть свои потери я еще не ограничил. У меня не ограничены размеры моего депозита. Я нажимаю «Суммой не более» и выставляю также «1000 долларов». Но так как у меня все-таки лот большой, то есть объем сделки достаточно большой, здесь лучше поставить «2000 долларов» в два раза больше, чем по фунту. У нас и продано в два раза больше, чем по фунту стерлингов. А вот прибыль я поставлю уже «5000 долларов». Нажимаю «Изменить», ждем и получаем ответ терминала о том, что дилер согласился с нашими изменениями и теперь желаемая прибыль, ограниченная суммой «5000 долларов», допустимый убыток ограничен суммой «2000 долларов». Закрываем это окно и видим, что на экране с евро отображены все уровни моих ограничений. Ограничения убытков, ограничения прибыли. Специальные значки, которые стоят в верхней части экрана и в нижней части экрана, показывают просто, какие эмоции могут вызывать движение цены вверх или вниз. Вот посмотрите вверх и мы уже видим, что та позиция, которая у нас по евро была открыта и только что приносила прибыль, ушла, к сожалению, в минус. Это возможно при движении цены, но это бывает временно, если правильно выбрано направление движения цены. Как же закрыть сделку, которая у нас сейчас открыта в рынке? Для этого можно просто нажать на кнопку «Закрыть сделку» или зафиксировать результат сделки, потому что пока сделка не закрыта, прибыль, которую мы видим на экране, еще не наша. Нужно обязательно сделку закрывать для того, чтобы зафиксировать эту прибыль. Для того, чтобы ее зафиксировать, мы откроем подсказку «Закрытие сделки». И здесь видно, что текущая цена у нас 1.3347. Сейчас у нас текущий результат отрицательный. Закрывать сделку я считаю, что нет смысла. Но если мы закроем сделку при отрицательной прибыли, то есть минус 140 долларов, например, то нам будет возвращена комиссия, которую с нас сняли при открытии сделки. Плюс 160 долларов. Это очень большой плюс этого торгового терминала StartFX. Спред нулевой. Мы платим комиссию, но эту комиссию можно вернуть, если зафиксируем отрицательный результат по сделке. Я считаю, что мы сейчас зафиксировать результат не будем, потому что убытки достаточно большие, они не перекрываются комиссией. Поэтому мы не будем закрывать сделку, а посмотрим, где еще есть кнопки, по которым можно закрыть сделку, открытую в рынке. В поле, где отображаются текущие открытые позиции, нажимаем кнопкой правой мыши, открывается подсказка, нажимаем кнопку закрыть сделку и получаем окно по евро. Например, мы хотим закрыть сделку, которая совершена по фунту стерлингов. Мы выбираем строку, в которой описана сделка по фунту стерлингов и нажимаем кнопку закрыть сделку или же правой кнопкой мыши в поле, где отображаются текущие сделки в рынке. Нажимаем кнопку закрыть сделку. У нас открывается окно, в котором указано, что текущий результат по сделке минус 100 долларов, но нам будет возвышена комиссия 80 долларов, если мы решимся закрыть сделку немедленно. Например, мы хотим закрыть сделку немедленно. Нажимаем кнопку купить, потому что перед тем, как открыть сделку, мы нажимали кнопку продать. То есть мы продали с вами 200 тысяч фунтов стерлингов, а для того, чтобы закрыть сделку, нужно совершить обратную операцию, то есть купить такой же объем фунтов стерлингов за доллары США. Нажимаем купить и ждем. У нас сделка закрыта, мы зафиксировали убыток, но нам вернули комиссию. Мы потеряли всего 20 долларов США. Мы с вами можем заключить по фунту вновь достаточно быстро позицию. Теперь мы с вами сделаем эту сделку без помощника. Для этого выбираем на кнопке сделка совершить сделку без помощника. Открывается окно и теперь мы уже точно знаем, что хотим сделать. Мы хотим продать фунт стерлингов за доллары США. Объем сделки мы определяем такой же, 200 тысяч фунтов. Мы хотим заработать вновь 2,5 тысячи долларов. А свой убыток или потери ограничим суммой не более чем тысяча долларов США. Мы установили все параметры позиции и теперь можем нажимать кнопку, чтобы продать фунт стерлингов по цене 1,5641. Рыночный диапазон у нас установлен. 2 пункта. Нажимаем. Ждем подтверждения дилера. Дилер достаточно быстро отработал. Это всего несколько секунд. Продано 200 тысяч фунтов стерлингов за доллары США по цене 1,5641. Цена на момент запроса операции 1,5641. Закрываем окно и смотрим. Действительно у нас продана валюта за доллары США. Фунт стерлингов объемом 200 тысяч фунтов. Потери ограничены 1 тысячи долларов. А прибыль 2,5 тысячи долларов. Мы видим, что цена пока стоит практически на месте. У нас нулевая прибыль. Но вполне возможно, что очень скоро мы можем зафиксировать уже прибыль по открытой сделке. Обратите внимание, евро у нас двигается то вверх, то вниз. Фунт стерлингов, который мы открыли недавно, также стоит и в точке открытия. Но на мой взгляд, он достаточно быстро может нам принести прибыль. Сейчас вы уже умеете открывать и закрывать позиции на рынке Форекс. Форекс умеете выставлять ограничения по открытой позиции. И осталось только начать работать и получать прибыль. А получить прибыль можно тогда, когда мы правильно определили направление. Позиция приносит прибыль. И мы ее закрываем с прибылью. Нажимаем закрыть. И у нас зафиксирована прибыль плюс 20 долларов США. Именно те доллары, которые мы с вами потеряли перед этим, когда закрыли убыточную позицию по фунту. Все наши действия запротоколированы. Мы можем вывести отчет за сегодня. Нажимаем кнопку «Получить отчет». И видим, что все действия, которые были совершены в торговом терминале, отображены в этом отчете. Мы с вами получили комиссию назад, а затем получили прибыль 20 долларов США. Здесь отражены результаты по нашим сделкам. Те сделки, которые не закрыты, они еще могут принести нам прибыль. Сделка у нас не закрыта всего одна, по евро. Но вполне возможно, что евро снизится через некоторое время, и прибыль будет зафиксирована. Все, что вы видите в этом отчете, это документ, который не может быть изменен никем. Ни дилерам, ни вами. Вы его, конечно, можете скачать, сохранить отчет в файл, или экспортировать этот отчет в Excel и оставить себе для истории. Субтитры создавал DimaTorzok